Девушки отдыхают Чуть буквально три передачи. Нужно это время провести с умом. Сегодня мы начинаем эпопею с розыгрышем X-Box'а! Подробности позже, а пока... Fail Hot News! С одной стороны, Япония отличная страна, где куча всяких прикольных гаджетов. А с другой, они уже совершенно загнались. Для нас копилка это любой предмет, в который можно положить деньги. А для них, гениев, еще один способ замутить гаджет. Понял? Какие девайсы существуют? А ты, наверное, опять про какой-нибудь интересный телефон расскажешь. Кодак ZI-8. Современные гаджеты, честное слово, могли бы быть и поразнообразнее на вид. В корпусе, типичном для солидного смартфона, скрывается цифровой медиа-регордер, который предназначен в первую очередь для записи видео высокой четкости. Глазок цифровой камеры находится на задней панели устройства. Опять-таки, как и у любого современного смартфона. Камера, правда, здесь посолидней. Относительное отверстие 2,8 – серьезная заявка на высокое качество картинки даже в условиях низкой освещенности. А вот глянцевая панель под камерой – это не слишком практично. Она моментально покрывается отпечатками пальцев. Дисплей кодек ZI-8 с диагональю 2,5 дюйма, даром что служебный, демонстрирует вполне живые цвета и позволяет достойно контролировать процесс съемки. Слева на торце корпуса находится порт HDMI, выходы AV, а также гнездо для подключения внешнего микрофона. Управляется устройство достаточно просто и интуитивно. Главная его изюминка – в богатом наборе настроек и опций, меню которых вызывается крайней левой кнопкой. Можно, к примеру, установить автофокус в режим фокусировки на лицах тех, кто появляется в кадре. Очень важный функционал кодек ZI-8 – стабилизация изображения в процессе съемки. Разрешение матрицы устройства – 5 мегапикселей. В режиме фото этого хватает для формирования кадра с разрешением 2560 на 2048 точек. Доступна запись видео Full HD с частотой 30 кадров в секунду или же 1280 на 720 точек с 60 кадрами в секунду. Всего-то за неполных 300 долларов. Голос, голос, голосок, а ты что мне подаришь на Новый год? А, надо что-то дарить? Кризис же. Кляжу, назревает бунт. И слышать не хочу о кризисе. А подарок? Хочу. Ладно, сделаю что-нибудь своими руками. Вот, уже. Что это? Порше. Чушь какая-то. Переделывай, Феррари. Не люблю Порше. High Screen ZUS – один из самых дешевых коммуникаторов с операционной системой Android на нашем рынке. И при этом он оснащен выдвижной QWERTY-клавиатурой. Экран устройства 3,2 дюйма по диагонали. Разрешение, правда, всего 240 на 400 точек. Этого достаточно для навигации по меню, для работы с веб-страницами, некоторые неудобства ощущаются только с картами. Клавиатура удобная. Выступающие части клавиш находятся друг от друга на приличных расстояниях, что позволяет не промахиваться по небольшим кнопочкам. High Screen ZUS изначально проектировался как аппарат с Google Android на борту, так что производительность этой системы на нем отлажена вполне хорошо. Процессор на 528 МГц здесь работает в полную силу. High Screen ZUS, как бюджетная модель, не предоставляет возможности воспользоваться сервисом приложений Google Android Market. Однако российские владельцы аппарата могут получить доступ к другим онлайновым каталогам ПО для Android – SlideMe и App Store. Честно сказать, они даже поудобнее будут. Аккумулятор в среднем около 1000 мА в час. Не слишком много в сравнении с некоторыми другими аппаратами, но благодаря экрану со стандартным, а не высоким разрешением, энергопотребление коммуникатора тоже не так велико. Продавцы обожают звучные фразы вроде «удар по ценам», но частенько их обещания так и остаются рекламными уловками. В данном же случае выражение «удар по ценам» вполне оправдано. За 14 с небольшим тысяч полнофункциональный девайс с удачной осью очень даже неплохо. Время СТГ. Самым тупым гаджетом на этой неделе признается то ли унитаз, то ли кружка ценой в 15 долларов. Что с нами в голосок? 10 за противность. Согласен. Значит так, голос. Давай что-нибудь поприятнее, а ну как-то мерзко на душе. Sony Ericsson Xperia X2. Товарищи, важно, у нас X2-прототип с первой бетой прошивки. Оно тормозит. Это исправлено в релизной версии. Модель Xperia X2 уже вторая в серии крупноформатных коммуникаторов-слайдеров Sony Ericsson. Если не считать цены, ее можно назвать максимально совершенным воплощением платформы Windows Mobile 6.5. Интерфейс коммуникатора образует так называемые панели, знакомые еще пользователям Xperia X1. Панели удобны, они скрывают далекие от идеала оригинальные элементы управления Windows Mobile. Субъективно, вторая версия полевче, чем первая Xperia, более пластиковая, что ли. Весь аппарат достаточно крупный, с большим экраном, но совсем не толстый, несмотря на то, что в нем скрывается полноценная выдвижная клавиатура. Клавиатура, правда, целиком пластиковая. Кнопочки с мягким откликом и довольно заметным ходом, довольно-таки крупные. Размер экрана по диагонали 3,2 дюйма, разрешение 480 на 800. Разъем для подключения к компьютеру, в данном случае, microUSB. Радует и аккумулятор емкостью 1500 мАч. Такого должно хватить чуть ли не на 10 часов разговора в сетях GSM. Да и процессор с частотой 528 МГц достаточно быстр. Ну и встроенная камера H на 8 Мп. Цена на аппарат пока не ясна, но вряд ли ее можно будет назвать демократичной. Не тот класс устройств. Да и Sony Ericsson, если чем и славится, то никак не бюджетностью продуктов. Тем не менее, второй блин у них определенно вышел лучше первого. Вы не зря ждали все это время. Итак, задание. Чтобы получить в свое владение вот этот ящик, вы должны, вы просто обязаны. You must! Короче, вам нужно пройти два этапа. Сегодня стартует первый. В комментариях второго уровня вы найдете ссылку на архив с фотографиями всех участников проекта GamesTV. Из полученных фотографий вам необходимо собрать новогоднюю открытку и прислать нам на e-mail, указанный там же, главное, не позднее 17 декабря. Авторы 10 лучших работ перейдут во второй этап. Да, задание не из мягких, но вы думали, на халяву Xbox отмотить? С заданием для второго этапа я познакомлю вас чуть позже, на следующей неделе. Начинайте творить, дети мои! С вами был Инспектор Гаджет, и помните, я докопаюсь, да правда. Чмоки! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok